Глава пятая Это был дворец, безупречный и простой, то, что ее отец называл бы настоящим счастьем. Комната, в которую они забежали, представляла собой воплощение щедрости, облицованное серым крапчатым мрамором и огромное, наверное, больше, чем весь дом Джилл. Большую ее часть занимала широкая, устланная ковром лестница, ведущая на балкон второго этажа. Вдоль стен роскошного холла протянулись сводчатые мраморные колонны, на которых держалась тяжелая деревянная балюстрада верхнего этажа. Гофрированные настенные светильники отбрасывали мягкий свет на кремовые стены, отделанные дубом и резко контрастирующие с глубокой, въевшейся охрой ковровых покрытий. Проще говоря, обстановка была великолепна. «Что это?» – пробормотал Барри. Ему никто не ответил. Джилл глубоко вздохнула и сразу решила, что ей здесь не нравится. У нее возникло чувство, будто с этой громадной комнатой было что-то не так. В воздухе витала неуловимая атмосфера обреченности. Ей казалось, что за ней следят, хотя она и не могла понять, от кого или чего исходила угроза. Но точно могу сказать, что это лучше, чем быть заживо сожранными псами-мутантами. И на волне этой мысли… Боже, бедный Джозеф. Тогда не было времени оплакивать его. Нет времени и сейчас, но Джозефа будет не хватать. Она подошла к лестнице, сжимая пистолет. Шаги приглушал плюшевый ковер, доходивший до передней двери. На маленьком столе, справа от лестницы, стояла старинная печатная машинка со вставленным в нее чистым листом. Необычная деталь обстановки. В остальном гигантский холл был пуст. Джилл повернулась к команде. Ей было интересно, какое впечатление все это произвело на них. Барри и Крис растерянно оглядывали комнату. Под струйками стекал по их красным лицам. Вескер присел у передней двери, изучая один из замков. Наконец он встал с абсолютно невозмутимым видом. Словно и не было всего того, что случилось за последние несколько минут. Его глаза по-прежнему скрывались за стеклами темных очков. «Дерево вокруг замка разбито. Кто-то взломал эту дверь до того, как мы пришли!» Крис выглядел обнадеженным. «Может, это браво?» Вескер кивнул. «Я тоже так думаю. Помощь должна быть уже в пути, если, конечно, наш друг, мистер Виккерс, потрудился ее вызвать!» В его голосе звучал откровенный сарказм, и Джилл чувствовала, как в ней самой закипает злоба. Брэд изрядно напортачил, и это едва не стоило им жизни. Тому, что он сделал, не было оправдания. Вескер продолжил, пройдя через комнату к одной из двух дверей в западной стене. Он подергал ручку, но дверь не открылась. «Возвращаться наружу небезопасно. Мы могли бы осмотреться до прибытия кавалерии. Похоже, кто-то поддерживал здесь порядок, хотя для чего и как долго?» Он замолчал, развернувшись назад к остальным. «Как у нас с патронами?» Джилл вынула магазин из своей береты и подсчитала. Три патрона, плюс два полных магазина на поясе. 33 выстрела. У Криса осталось 22, у Вескера – 17. У Барри было две обоймы для его кольта, плюс еще горстка патронов под сумки. Всего 19. Джилл подумала о вещах, которые они оставили в вертолете. И с трудом подавила очередной приступ гнева к Бреду. Коробки с боеприпасами, фонарики, рации, дробовики, не говоря уже про медикаменты. Та беретта, которую Джозеф нашел в поле, бледные, окровавленные пальцы все еще сжимали ее. Кто-то из Старс был мертв или умирал, а благодаря Бреду они даже бинтов ему предложить не смогут. Звук чего-то тяжелого, упавшего на пол, раздался где-то совсем рядом. Они синхронно повернулись к единственной двери в восточной стене. Джилл внезапно вспомнились все фильмы ужасов, которые она когда-либо видела. Странный дом, странный шум. Она вздрогнула и твердо решила, что обязательно надерет тощую задницу Бреда, когда они выберутся отсюда. «Крис, проверь и доложи как можно скорее», – скомандовал Вескер. «Мы останемся здесь на случай, если прибудет полиция. Возникнут какие-то проблемы? Стреляй, мы найдем тебя». Крис кивнул и направился к двери. Его ботинки громко застучали по мраморному полу. У Джилл снова возникло дурное предчувствие. «Крис?» Он обернулся, держась за ручку. А она поняла, что не может придумать ничего толкового. Все происходило так быстро, и ситуация, в которой они оказались, выглядела настолько неправильно, что девушка не знала, с чего начать. «А еще он обученный профессионал, и ты тоже. Вот и веди себя соответственно. Будь осторожен», – наконец произнесла Валентайн. «Она не то хотела сказать, но этого должно было хватить». Крис криво усмехнулся в ответ. «Ха!» Потом поднял свою берету и шагнул в дверной проем. Джилл слышала тиканье часов. Затем он исчез, закрыв за собою дверь. Барри поймал ее взгляд и улыбнулся с видом, говорившим ей не волноваться. Но Джилл не могла избавиться от внезапной уверенности, что Крис не вернется. Окинув быстрым взглядом комнату, Редфилд отметил величественную элегантность обстановки. Он понял, что был один. Кто бы ни создал этот шум, здесь его не было. Мрачное тиканье высоких напольных часов разносилось в прохладном воздухе, эхом отражаясь от покрытых черно-белой плиткой стен. Крис стоял в обеденном зале. Подобные он видел лишь в фильмах про богачей. Так же, как и в холле, здесь был невероятно высокий потолок и балкон второго этажа. Но вдобавок, зал украшала дорогая живопись. А в дальнем конце комнаты располагался камин, дополненный гербом с изображением доспехов и пересеченных мечей поверх мантии. Похоже, здесь не было пути на второй этаж, но справа от камина имелась закрытая дверь. Крис опустил оружие и направился к двери, продолжая восхищаться роскошью заброшенного особняка, на который по счастливой случайности наткнулись Старс. В обеденном зале присутствовала отделка из полированного красного дерева и дорого выглядящие картины на бежевых, оштукатуренных стенах, которые окружали длинный деревянный стол, проходивший через всю комнату. За столом могли бы уместиться по крайней мере 20 человек, хотя он был накрыт всего на несколько персон. Судя по пыли на кружевной скатерти, им не пользовались на протяжении многих недель. Вот только здесь вообще никого не должно было быть последние лет 30, не говоря уже об официальном приеме. Спенсер закрыл это место еще до того, как кто-либо смог остановиться здесь, и Крис покачал головой. Очевидно, кто-то открыл его снова, и уже довольно давно. Так как же весь Раккун-Сити смогли убедить в том, что поместье Спенсера заколотили досками, превратили в развалины в лесу? Намного важнее, почему Амбрелла ругала Айронсу о состоянии особняка. Убийство, исчезновение, Амбрелла, Джилл. Это раздражало. Он чувствовал, что знает некоторые ответы, но не был уверен, какие именно вопросы следовало задавать. Крис подошел к двери и медленно повернул ручку, пытаясь различить какое-либо движение с другой стороны. Он ничего не смог услышать сквозь тиканье старых часов. Они стояли у стены, и каждое движение секундной стрелки отдавалось глухим стукам, многократно усиленным, благодаря причудливой планировке комнаты, похожей на пещеру. Дверь открылась в узкий коридор, тускло освещенный антикварными светильниками. Крис быстро проверил оба направления. Справа простирался примерно 10-метровый коридор из твердой древесины. Пара дверей недалеко от него, и одна дверь в конце коридора. Слева от места, где он стоял, прихожая резко поворачивала и расширялась. Крис видел край коричневой узорчатой дорожки на полу. Он поморщился, хмурясь. В воздухе чувствовался неясный, слабый запах чего-то неприятного и в то же время знакомого. Он простоял в дверях еще минуту, пытаясь распознать запах. Однажды летом, когда он еще был ребенком, во время поездки с друзьями с его велосипеда соскочила цепь. Крис оказался в канаве, примерно в 15-ти сантиметрах от груды отборной падали, высохших, мясистых останков того, что когда-то возможно было вальшнепом. Время и летняя жара развеяли отвратительный запах, но и тот, что остался, был достаточно неприятен. К изумлению приятелей, его вырвало собственным завтраком на труп. И после глубокого вдоха снова стошнило. Он до сих пор помнил вонь высохшей гнили, сродни запаху прокисшего молока и желчи. Тот же самый запах заполнял сейчас коридор, словно в плохом сне. Тихий, неразборчивый шум раздался за первой дверью справа, будто кулак в кожаной перчатке скользнул по стене. С той стороны кто-то был. Крис прошел в прихожую и двинулся к двери, стараясь не поворачиваться спиной к непроверенной зоне. Когда он приблизился, движения стихли, и он заметил, что дверь закрыта не до конца. «Сейчас или никогда!» От легкого удара дверь распахнулась в тусклый коридор. С зелеными пятнистыми обоями Широкоплечий человек, наполовину скрытый в тени, стоял на расстоянии шести метров спиной к Крису. Он медленно повернулся, с трудом переставляя ноги, как пьяный или раненый. И запах, который Крис заметил раньше, исходил от этого человека густыми, ядовитыми волнами. Его одежда была изодрана в клочья и покрыта пятнами. Затылок казался неоднородным из-за редких сухих волос. «Должно быть болен!» «Возможно, умирает!» Что бы с ним ни происходило, Крису это не нравилось. Инстинкты настойчиво призывали его предпринять хоть какие-то действия. «Стоять!» «Не двигаться!» Человек окончательно развернулся и направился к Крису. Волоча ноги, он, или вернее оно, вышло на свет. Его лицо выглядело смертельно бледным. Только кровавые разводы олели вокруг гниющих губ. Лоскутия засохшей кожи свисали с впалых щек. И темные впадины его глазниц мерцали голодным блеском. Оно протянуло вперед костлявые руки. Крис выстрелил трижды. Пули вошли в верхнюю часть груди существа. Из ран прыснули яркие красные брызги. Сдавленный стон. И оно рухнуло на пол замертво. Крис отшатнулся назад. Мысли в его голове скакали на перегонки, С ритмом сердца. Глядя на упавшую, зловонную массу, Он непроизвольно толкнул дверь плечом. Даже не заметив, что та захлопнулась. Мертвец! Этот тварь ходячий, мать его, мертвец! Атаки каннибалов на ракун. Все около леса. Крис видел достаточно ночных фильмов, Чтобы понять, на что смотрел. Но все еще не мог в это поверить. Зомби? Нет, не может быть. Это выдумка. Ну, возможно, какая-то болезнь. Похожие симптомы. Он должен сообщить остальным. Редфилд развернулся. Схватился за ручку. Но тяжелая дверь не поддалась. Должно быть, закрылась, Когда он напоролся на нее. Позади него послышалось осторожное движение. Крис вздрогнул, широко раскрыв глаза. Когда увидел, что существо, Судорожно цепляясь за деревянный пол, Поползло к нему в нетерпеливом молчании. Крис заметил, как оно пускало слюни. И вид липких розовых ручейков, Стекавших на деревянный пол, Наконец заставил его действовать. Он снова выстрелил. Пустил две пули В приподнятую, разлагающуюся морду твари. Черные дыры возникли в ее черепе. Узкие струйки жидкости В перемешку с плотью Побежали через нижнюю челюсть. С тяжелым вздохом Гниющее существо распласталось на полу В растекшейся красной луже. Крис не был уверен, Что оно останется лежать. Он в последний раз Безрезультатно Дернул дверь И затем осторожно прошел мимо тела, Продвигаясь вперед по коридору. Он повернул ручку на двери слева, Но она оказалась закрыта. На замочной скважине Была крошечная гравировка В виде меча. Он добавил эту деталь К своим спутанным, Кружащимся роем мыслям И направился дальше, Крепко сжимая берету. Справа от него было ответвление С единственной дверью, Но он прошел мимо, Желая найти обходной путь назад К главному залу. Остальные наверняка слышали выстрелы, Но он должен был допустить ту мысль, Что рядом могли бродить и другие твари, Вроде той, что он убил. Оставшаяся часть команды, Возможно, уже столкнулась с целой оравой этих существ. Слева у поворота, В конце коридора, была дверь. Крис поспешил к ней. Его начинало подташнивать От гнилостного запаха, Исходившего от существа. Зомби, Если называть вещи своими именами. Приблизившись к двери, Он осознал, Что запах становится все более отвратительным, Усиливается с каждым шагом. Редфилд услышал голодный стон, Тогда его рука коснулась дверной ручки, И он внезапно отметил, Что в магазине осталось Всего два патрона. Началось какое-то движение В тени справа. Надо перезарядить. Надо где-то спрятаться. Крис рывком распахнул дверь И шагнул прямо в руки Неуклюжей твари, Ожидавшей с той стороны. Она вцепилась в него Шелушащимися пальцами, Пытаясь дотянуться до горла. Три выстрела Несколько секунд спустя Еще два Отдаленные, Но отлично слышные В роскошном вестибюле звуки. Крис! Джилл, почему бы тебе... Начал было Вескер, Но Барри не дал ему договорить. Я тоже пойду. Безапелляционно заявил он, Уже направляясь к двери Восточной стене. Крис не стал бы тратить патроны Без необходимости. Он нуждался в помощи. Вескер согласно кивнул. Идите, я буду ждать здесь. Барри открыл дверь. Джилл держалась прямо за ним. Они вошли в огромную столовую. Не столь широкую, как холл, Но во всяком случае Такую же длинную. В противоположном конце, За высокими напольными часами, Громко тикавшими в холодном пыльном воздухе, Была еще одна дверь. Барри бросился к ней с револьвером в руке, Чувствуя напряженность и тревогу. Господи, в какой же кавардак валилась вся эта операция? Старс часто оказывались в опасных ситуациях, Когда обстоятельства были необычны. Но впервые с тех пор, как он был новичком, Барри почувствовал, Что события полностью вышли из-под контроля. Джозеф погиб. Викерс Зайчья Душонка Бросил их на съедение псамы Зада, И теперь Крис попал в неприятности. Вескер не должен был посылать его одного. Джилл первая добежала до двери, Взялась за ручку тонкими пальцами И посмотрела на Барри. Бертон кивнул, Она открыла дверь и пошла, Пригнувшись и повернувшись влево. Барри взял другую сторону. Оба оглядывали пустой коридор. Крис? Тихо позвала Джилл, Но ответа не последовало. Барри нахмурился, Принюхиваясь к воздуху. Что-то пахло, как гниющие фрукты. Я проверю двери. Проговорил он. Джилл кивнула И осторожно двинулась налево. Барри подошел к первой двери, Чувствуя некоторое облегчение от того, Что Джилл была у него за спиной. Когда ее только перевели в их отделение, Он счел ее просто очередной стервой. Но Валентайн доказала обратное. Она была умным и способным солдатом. Великолепным дополнением к составу Альфы. Девушка пронзительно вскрикнула. И Барри вздрогнула от неожиданности. В узком коридоре усилился запах гнили. Джилл пятилась назад от поворота в конце коридора. Ее оружие было направлено на что-то, Чего Барри не мог видеть. Стоять! Кричала она высоким, дрожащим голосом. Выражение ужаса застыло на ее лице. Валентайн выстрелила раз, Другой, Все еще пятясь назад к Барри, Часто и неглубоко дыша. В сторону, Левее! Он поднял кольт. Как только она отошла, Высокий человек оказался в поре зрения Барри. Его тощие, Сжатые в кулаки руки, Были вытянуты вперед, Как у лунатика. Барри увидел лицо существа И больше не колебался. Он выстрелил. Пуля калибра 3.5.7 С грохотом снесла верхнюю часть Его мертво-бледного черепа. Кровь растеклась по его странному, Ужасному лицу И залила бельма бледных, Закатившихся глаз. Оно упало лицом вверх, Растянувшись у ног Джилл. Пораженный увиденным, Барри поспешил к ней. Что? Он осекся, Увидев, Что лежало перед ним на ковре Маленькой гостиной в конце коридора. В какой-то момент, Барри подумал, что это Крис. Но потом заметил эмблему Отряда Браво И ощутил страх иного рода, Пытаясь узнать черты лица. Бравовец был обезглавлен. Его голова лежала В тридцати сантиметрах от трупа. Лицо было полностью Залито кровью. О, черт побери, Это Кен. Кенед Салливан, Один из лучших полевых разведчиков, Среди всех, Кого Барри когда-либо знал, И чертовски хороший парень. В его груди зияла рваная рана. Куски частично съеденной плоти И кишки Окаемляли кровавую дыру. У него не было левой руки, И нигде поблизости Бертон не заметил оружия. Должно быть, Именно его пистолет Джозеф нашел в лесу. Барри отвернулся, Чувствуя тошноту. Кен был тихим, Добрым малым, Выполнял много работы По части химии. У него остался сын-подросток, Который жил с его бывшей в Калифорнии. Барри подумал О своих собственных девочках, Мойре и Поле, Сидевших сейчас дома, И ощутил приступ Беспомощного страха за них. Он боялся не смерти, А мысли, Что они могут вырасти без отца. Джил присела рядом С растерзанным телом И быстро обыскала его под сумок. Она бросила виноватый взгляд на Барри, Но тот утвердительно кивнул. Им нужны были боеприпасы, А Кену они теперь вряд ли понадобятся. Она встала с двумя магазинами Девяти миллиметровых патронов в руке И сунула их в карман на бедре. Барри развернулся И посмотрел на убийцу Кена С недоумением и отвращением. Он не сомневался в том, Что видел перед собой одного из убийц каннибалов, Запугавших Раккун-Сити. Вокруг его губ застыла красная пена, И ногти были покрыты кровавыми пятнами, Так же, как и рваная рубашка, Затвердевшая от высохшей крови. Странным было то, Насколько мертвой выглядела тварь. Однажды Барри участвовал в операции по освобождению заложников в Эквадоре. Группу фермеров несколько недель удерживала банда ненормальных партизан-повстанцев. Несколько заложников были убиты еще во время осады, И когда Старс удалось захватить повстанцев, Барри пошел с одним из выживших, Чтобы зарегистрировать смертные случаи. Четыре жертвы были застрелены, А их тела брошены позади маленькой деревянной лачуги, Захваченной партизанами. После трех недель под южноамериканским солнцем Кожа на их лицах сморщилась, потрескалась, Плоть отстала от сухожилий и костей. Он все еще ясно помнил эти лица, И теперь видел их снова, Глядя на лежавшее перед ним существо. Оно носило маску смерти. Кроме того, воняло, как скотобойня в жаркий день. Кто-то забыл объяснить парню, Что мертвецы обычно не выходят на прогулки. Он заметил то же самое выражение отвращения И растерянности на лице Джилл. Те же вопросы в ее глазах. Но на данный момент у него не было никаких ответов. Они должны были найти Криса И перегруппироваться. Вместе они прошлись по коридору И проверили все три двери, Дергая ручки и толкая тяжелые деревянные створки. Все они оказались надежно запертыми. Но Крис ушел через одну из них. Ему больше некуда было идти. Выходила полная бессмыслица. И они ничего не могли с этим поделать. Разве что выломать двери. «Мы должны доложить об этом Вескеру», Сказала Джилл. И Барри согласно кивнул. Если они наткнулись на тайное убежище убийц, Им нужен был план операции. Они помчались обратно через столовую. Спертый воздух обеденного зала принес облегчение. После пропитанной кровью и гнилью атмосферы в коридоре, Они добежали до двери в главный зал и поспешили выйти. Барри гадал, Что же предпримет капитан, Чтобы справиться с ситуацией. Скоро он это выяснит. Барри резко остановился, Оглядывая изящный пустой вестибюль И чувствуя себя жертвой Какого-то глупого розыгрыша, Который вовсе не был смешным. Вескер исчез. КОНЕЦ